This conference will now be recorded. Ее начну проводить я, потом мне коллеги помогут. Зовут меня Казакова Светлана Васильевна. И для тех, кто со мной еще не знаком, буквально пару слов о себе. Итак, коллеги, в центре специалист. Я работаю уже 12 лет. Приправлю курсы направления менеджмент, финансовый менеджмент, бизнес-анализ, управление продажами и ряд курсов направления софт и хардскилз. Я являюсь сертифицированным тренером Microsoft. Имею сертификацию MBA и являюсь членом Национальной ассоциации финансового менеджмента. Уважаемые коллеги, будьте добры, отключите микрофоны. Лилия, отключите микрофоны, пожалуйста, коллеги. Так, я продолжаю. В настоящее время являюсь практикующим специалистом и занимаюсь автоматизацией систем, как раз таки управленческого учета, владенческого контроля, построения систем бизнес-анализа на предприятии и разработкой баз данных. Центр специалист, я думаю, никому предоставлять не надо. Мы уже 32 года учим людей и за эти годы у нас уже более миллиона выпускников, которые обрели новые навыки, новые компетенции и успешно делают карьеру. Причем у нас есть как выпускники физические лица, так и более 35 тысяч корпоративных клиентов доверяют нам обучение своих специалистов. Сегодня в программе, какие вопросы мы с вами разберем. В первую очередь, так как у нас день открытых дверей по профессии бизнес-аналитик, мы с вами познакомимся вообще с понятием, кто такой бизнес-аналитик и, собственно говоря, для чего он нужен работодателю. Подробно рассмотрим трудовую функцию бизнес-аналитика, что входит в его функционал, познакомимся подробнее с дипломной программой бизнес-аналитик, которая есть в центре специалист и разберем такие важные вопросы. Какие курсы входят в дипломную программу, какие навыки, компетенции приобретаются на каком курсе. Потому что вполне возможно, либо вы начинающий бизнес-аналитик и вам нужно все навыки приобрести, а возможно, вы уже действующий бизнес-аналитик и вам нужно только прокачать некоторые навыки. И я сделаю акцент на перечне практических работ, которые вы можете включить в свое портфолио, если вы сейчас находитесь в поиске работы. Далее у нас уже подключились мои коллеги, это из нашего отдела трудоустройства учебного центра специалист. Если вы еще не в курсе, уважаемые слушатели, то мы не только обучаем, мы, я имею в виду, центр специалист слушателей, но и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы они все были трудоустроены, получили достойные вакансии, достойную заработную плату. Поэтому от наших специалистов вы увидите обзор рынка труда и рекомендации по поиску работы, то есть именно в части бизнес-аналитика, так как если я учу студентов и общаюсь с заказчиками, то наш отдел трудоустройства активно сотрудничает именно с работодателями, подыскивая им профессионалов и, конечно же, лучше знает ожидания работодателей от специалистов. Ну и в конце, как обычно, нас всех ждет скидочный купон для участников неоткрытых дверей. Если вы будете приобретать дипломную программу бизнес-аналитик, то скидка достаточно существенна будет. Итак, давайте начнем разбираться, кто такой бизнес-аналитик и зачем он нужен работодателю. Ну, в первую очередь, буду говорить банальные вещи, от этого они не потеряли свой смысл. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Особенно сейчас, когда информация меняется, меняется ежесекундно фактически. Вы знаете, какие проходят политические, геополитические, экономические изменения. Разрываются старые бизнес-связи, приобретаются новые. И бизнес вынужден реагировать. Реагировать, выстраивая новые цепочки. И без грамотного бизнес-аналитика это сделать нельзя, потому что информации на директоров, на высший менеджмент, на собственников бизнеса сваливается очень много. А как отделить зерна от плевен, выделить ту информацию, которая действительно важна для принятия решений в том или ином бизнесе. Как ее учесть, как скорректировать последующую программу развития, планы производства. Как найти новых партнеров и какими критериями они должны обладать. Как вывести на рынок новые продукты. Это все входит в функционал бизнес-аналитика. Бизнес-анализ помогает в том числе в задачах трансформации бизнеса. Что имеется в виду? Вот как раз-таки многие компании сейчас, потеряв традиционные рынки сырья, то есть там, где приобретали сведения санкций, санкционной политики, ищут новых поставщиков. И многие понимают, что в некоторых ситуациях, если есть такая физическая возможность, выгоднее приобрести предприятие по производству материала, там, добычи, и включить его в свой холдинг. Иногда, наоборот, приходит решение избавиться от непрофильных активов. Разрабатываются новые модели бизнес-процессов, причем как стратегического уровня, так и тактического уровня. Стратегический уровень – это когда у нас меняется сама компания. Появляются новые подразделения, а может быть, наоборот, ликвидируются. Появляются новые направления деятельности, новые продукты. А тактические изменения – это когда мы меняем тактику работы. Возможно, методологию продаж, нюансы производства, коммуникации с клиентом, маркетинговые коммуникации. Это все относится к тактическим изменениям. Специалисты по бизнес-анализу в настоящее время как никогда востребованы на рынке. И первая причина, самое главное, это то, что мы с вами живем в мире быстрых изменений, в мире так называемых черных лебедей. Кто вдруг не знаком с этим понятием из менеджмента, черный лебедь – это внезапное событие, которое вызывает изменения в бизнесе, которое бизнес должен учитывать. Так вот, этих черных лебедей за последние три года уже более десятка. Это первая причина, то есть изменения. А вторая причина огромной потребности в специалистах по бизнес-анализу в том, что, как вы знаете, активно даже в малом микробизнесе внедряется сейчас автоматизация, создаются базы данных, и без работы с бизнес-аналитиком автоматизация будет неграмотной, неполной, будет нуждаться в последующей доработке. Ну что ж, давайте посмотрим, какие задачи будет решать бизнес-аналитик. И прежде чем я перейду к функционалу, коллеги, хочу обратить внимание, не всегда бизнес-аналитик так называется в трудовом договоре. Зачастую, вот из моей практики, бизнес-аналитик, который занимается разработкой маркетинговых стратегий, маркетинговых коммуникаций, очень часто так называется маркетолог. То есть управление маркетингом, он маркетолог, на самом деле, вы сейчас по функционалу видите, этот человек является бизнес-аналитиком. Это сотрудники плановых экономических служб, когда они занимаются оптимизацией себестоимости, изучением рынка сырья, методологии производства. Это тоже все бизнес-анализ. В продажах часто тоже аналитика делала продаж, в финансах, финансовой аналитике, инвестиционной аналитике, различные подразделения сейчас внутреннего аудита, контролинга, там тоже нужны навыки бизнес-анализа. Поэтому сегодня у нас день открытых дверей не только для тех, кто будет называться бизнес-аналитик, а для тех, кто будет выполнять функционал бизнес-аналитика. Еще раз повторюсь, называться эти должности, эти профессии могут по-разному. Итак, давайте посмотрим. Когда мы с вами говорим о бизнес-анализе, то на сегодняшний день есть два регламентирующих документа. То есть те определения, те описания функций, которые я вам буду давать, это придумала не я, а у нас есть документ, это как раз-таки наш источник знаний B-Book, это наши международные стандарты, свод знаний по бизнес-анализу, разработанный Международным институтом бизнес-анализа. И данный документ, он признается бизнес-аналитиками всего мира и в России в том числе. Так вот, если мы говорим о B-Book, о этих стандартах, то он определяет бизнес-анализ как деятельность, которая позволяет внедрять изменения в компании путем определения потребностей и рекомендаций решений, которые обеспечивают ценность для заинтересованных лиц. Поэтому, когда мы говорим о бизнес-аналитике, либо, как я уже сказала, эта должность может называться по-другому, но это по-прежнему будет бизнес-аналитик, главное, ключевое отличие этой должности будет, что работа этого человека связана с изменениями. Там, где нужны изменения, нужен бизнес-аналитик. И фактически вот в этом небольшом определении есть ключевые понятия бизнес-анализа. У нас есть заинтересованные лица, то есть те, кому нужны эти изменения, их результат. И вот задача бизнес-аналитика как раз-таки определить круг этих заинтересованных лиц, изучить их потребности, изучить ситуацию и рекомендовать решения, которые позволят внедрить изменения. Поэтому бизнес-аналитик – это в первую очередь изменения, а вот изменения чего уже зависят от специализации. То ли маркетинговой стратегии, то ли изменения производственной технологии, то ли способы продвижения продукции, маркетинговой коммуникации с потребителем – это все зависит от уже специализации нашего бизнес-аналитика. Причем, коллеги, существует заблуждение, что бизнес-анализ и бизнес-аналитики нужны только там, где крупный бизнес, где речь идет о стратегии. Нет, коллеги, это не совсем так. Посмотрите, бизнес-анализ может проводиться в абсолютно разных инициативах компаний. Это у нас и стратегические, и тактические, и оперативные инициативы. Ведь есть задачи, которые нам нужно изменить здесь и сейчас, в краткосрочной перспективе. Но посмотрите, многие компании сейчас в целях оптимизации расходов переводят часть сотрудников на удаленку. Вот как раз таки определить, кого из сотрудников, в каком режиме, то ли стопроцентная удаленка, то ли комбинированная, сколько рабочих мест нужно оставить в офисе, сколько дней обязательно быть в офисе, сколько можно быть удаленно. Это ведь тоже нужен бизнес-аналитик, ведь это изменение в данном случае кадровой политики, организации труда. Далее, коллеги. Бизнес-анализ может осуществляться не только в рамках инициатив компании, но и в рамках отдельного проекта. Проект – это не стандартная деятельность, не операционная. Если операционная деятельность – это то, чем компания занимается повседневно, то проектная деятельность – это уникальные проекты для деятельности компании. И у каждой компании это может быть и процесс автоматизации, процесс разработки новой стратегии взаимоотношений с клиентами, и разработка новой финансовой политики для поставщиков, и новая упаковка нашего товара, и новая социальная программа для сотрудников, а может быть новая процедура размещения сотрудников. Это все у нас отдельно взятые проекты, которые могут быть как самостоятельными, и так появляются в ходе эволюции, то есть развития компании. При этом, коллеги, бизнес-анализ применяют не только для разработки нового решения, но ведь чтобы нам предложить решение по изменению, нам нужно сначала понять текущее состояние, то есть где мы есть, сейчас определить наше местоположение, далее определить будущее состояние, как должно быть, а вот уже затем разработать мероприятие по движению. Ну, если уж совсем упростить, как из точки А, место, где мы есть сейчас, попасть в точку Б, место, куда мы должны перенести через некоторое время. Вот как раз-таки для этого нужен бизнес-анализ, нужен бизнес-аналитик, и как вы понимаете, так как все современные компании сейчас работают с изменениями, то бизнес-аналитик нужен как микро-среднему бизнесу, макро-бизнесу на всех этапах его развития. А вот знакомиться с функционалом, мы, соответственно, данные, цитаты, определения, это вы видите на слайде, коллеги, вот эту презентацию я по окончании дня открытой двери выложу на странице группы. Александра, про запись Мариана, я думаю, моя коллега лучше ответит, вот то, что в формате PDF презентацию я всегда выкладываю на странице группы, это однозначно. Однозначно. По поводу вопросов, коллеги, можно писать в чате, возникают у вас вопросы, пока не забыли, сразу пишите в чате, а я, закончив ту или иную мысль, чат регулярно проглядываю, и, соответственно, буду отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Итак, давайте посмотрим. Далее, вот Марина нам, Мариана нам подсказывает, что запись будет выложена на YouTube, поэтому, да, коллеги, сможете посмотреть. Итак, коллеги, когда мы говорим о работе бизнес-аналитика, то теперь в виде схемы покажу, бизнес-аналитик работает с основными понятиями. Это стейкхолдеры, то есть заинтересованные лица, это ценность, контекст, потребности, решения и изменения. Причем, коллеги, очень важно, давайте я сейчас вот по этой схеме пройдусь, обратите внимание на взаимосвязи, которые существуют между нашими понятиями. У нас с вами не бензольное кольцо, как в органической химии, когда связи по кругу, по кольцу. У нас, посмотрите, каждое понятие связано, каждое из шести понятий, которые есть в бизнес-анализе, напрямую связано с остальными пяти. Как только одно из понятий меняется, обновляется, изменяется, оно тут же влияет на оставшееся. Давайте представим, что такое контекст. Контекст – это все то, что окружает нас под воздействием, чего возникает потребность. Потребность. То есть, посмотрите, ушли в связи с санкционными санкциями, санкционными санкциями, масло масляное, я сказала, в связи с санкциями ушли с российского рынка поставщики некого сырья. Это контекст. Да, есть санкции, наблюдаются уход поставщика. Соответственно, у руководства компании, которые в данном случае выявляются заинтересованными сторонами лицами, под воздействием этого контекста возникает потребность найти новых поставщиков. Почему это важно? А потому что есть ценность. Ценность – это обеспечение беспрерывности производства. Если у нас не будет сырья, мы не сможем производить, мы не получим выручки, как следствие, не получим прибыли. Соответственно, для финансовой устойчивости, для производственной устойчивости, для независимости компании, ценность. Вот у нас независимость компании, устойчивость компании. Нам необходимо проработать рынок поставщиков и предложить новые отвечающие параметрами. То есть под воздействием контекста у заинтересованных сторон возникают потребности, чтобы удовлетворить ценности. И бизнес-аналитик вот это все должен изучить. Зачастую начинается, конечно же, с контакта с заинтересованной стороной. То есть определить круг скоколдеров, провести интервью, опрос. Тут как раз-таки и заседания, и рабочие группы для того, чтобы грамотно сформулировать потребности, понимая при этом, какие ценности эти потребности затрагивают и в каком контексте. А далее уже будет работа бизнес-аналитика разработать решения с учетом вот тех самых потребностей, контекста, ценностей, круга заинтересованных сторон, которые позволят внедрить изменения, которые, опять же, позволят удовлетворить потребности с учетом контекста, позволят достичь ценностей и так далее. То есть, как вы видите, каждое понятие тесно связано с другими. На самом деле, коллеги, вот эти шесть понятия – это основные термины, которые есть в Бейбок, то есть в международном своде знаний по бизнес-анализу, и бизнес-аналитик должен ими владеть. А вот далее уже начнется, как говорится, специализация. И функционал бизнес-аналитика лучше разбирать не по Бейбок, а по такому документу, как профессиональные стандарты, профессиональные стандарты бизнес-аналитика – это Министерство труда России, то есть это уже наши российские стандарты. Они полностью соответствуют Бейбок, то есть тот редкий случай, когда международные российские стандарты друг друга дополняют и соответствуют. Итак, российские стандарты определяют бизнес-анализ как обеспечение возможностей, как видите, термины те же, проведение изменений. Ну и далее читать, я думаю, все умеете. Как видите, никакого противоречия нет. И так как наш документ, если международный документ – это свод знаний, который делает акцент на инструментарий, на терминологию, то российский документ – это профессиональные стандарты, он основной акцент делает именно как раз-таки на трудовые функции. А так как этот документ Министерства труда, то эти трудовые функции не только подробно перечисляются, конкретизируются, то в каждой из функций, коллеги, рекомендую изучить этот документ, каждый из этих функций описывает, с какими навыками, компетенциями должен обладать специалист, ну и они, соответственно, имеют свой определенный рейтинг. Как вы знаете, специалисты начинаются с уровня квалификации 5. У нас есть рабочие, есть специалисты. Так вот, специалисты базовые, у них уровень 5 квалификации, ну и далее идет. Если говорить уже о человеке высокой квалификации, это как раз-таки уровень генеральный директор там, директорат, то это уже будет уровень квалификации 8-9. И если это еще и наличие определенных званий, званий глубоких компетенций в определенных труслях, то 9-й как раз-таки будет самая высокая квалификация. Итак, давайте посмотрим. Начинающий бизнес-аналитик, что он должен делать в рамках своего функционала? В первую очередь, как мы с вами уже сказали, работать с заинтересованными сторонами, потому что как мы узнаем ценности, как мы узнаем потребности? А для этого заинтересованных сторон нужно выявить, для этого бизнес-аналитик анализирует орг структуру предприятия. Ну, предположим, генеральный директор мне говорит, вот нам нужно разработать новую модель взаимоотношения с клиентами. Замечательно. Я изучаю структуру предприятия, и за взаимоотношения с клиентами у нас отвечает отдел продаж, который регулярно с ними коммуницирует. У нас отвечает отдел маркетинга, который готовит маркетинговые послания и коммуникации. И у нас отвечает отдел логистики, который напрямую доставляет нашу продукцию клиентам и осуществляет уже физическое взаимодействие. Соответственно, у каждой этой службы будут свои заинтересованные стороны, и у каждой будут свои потребности. И они иногда могут противоречить друг другу, и задача бизнес-аналитика будет выявить заинтересованных стороны, осуществить с ними взаимодействие. Это не так просто, коллеги. И хотел бы развеять одно заблуждение. Считается, что бизнес-аналитик – это тот, кто сидит за компьютером и анализирует. Коллеги, это аналитик данных. А бизнес-аналитик – это в том числе коммуникатор. Поэтому обратите внимание на такую компетенцию, как эффективная коммуникация. Обязательно вы должны быть хорошим переговорщиком, потому что вы будете посредником между стейкхолдерами, исполнителями, между разными службами, между разработчиками, между пользователями, тестировщиками. То есть фактически бизнес-аналитик, он организует все это, курирует. Поэтому взаимодействие с заинтересованными сторонами требует не только знания бизнес-анализа, аналитических инструментов, но и эффективной коммуникации. Также бизнес-аналитик занимается обеспечением изменений в организации. Это и разработка требований к выбранному решению. Коллеги, разработка требований не просто улучшить продажи, а должны быть четко сформулированные требования, и бизнес-аналитик должен это уметь. Но, предположим, путем расширения торговой сети, увеличить присутствие в регионе до 17 торговых точек, что позволит увеличить выручку на столько-то миллионов рублей продажи, на столько-то там штук, единицы и так далее. Должны быть четкие критерии. Штука, килограммы, километры, процентах, сроках. Тут уже у каждой цели это свои показатели. Бизнес-аналитик должен уметь выбирать эти показатели. Далее, старший бизнес-аналитик, коллеги, здесь требуется уже опыт. Если бизнес-аналитик у нас, он осуществлял коммуникацию и участвовал уже в реализации изменений, то старший бизнес-аналитик, посмотрите, как раз-таки осуществляет сбор информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях. Ведь бизнес-изменения нам нужны не только, когда у предприятия проблема. Да, вот ушли поставщики, или определенный рынок сбыта исчез. Ну и когда появились бизнес-возможности, ушли в том числе конкуренты, у нас появилась возможность увеличить свою долю рынка, свое присутствие, как это лучше сделать, какие задачи для этого должны стоять. Поэтому для этого требуется уже опыт в профессии, безусловно. И в данном случае старший бизнес-аналитик – это сбор информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях и выявление, посмотрите, у нас слово «истинных» бизнес-проблем. Почему «истинных»? На входе-то звучит «нужно увеличить выручку», а начинаешь копаться, на самом деле выясняется, что да не в выручке-то дело. Нам нужно выйти в точку безувыточной, вопрос прибыли. То, что прибыль снизилась, не всегда увеличение выручки влечет увеличение прибыли пропорционально. У нас могут быть товары с разной маржинальностью, может быть широкой товарной матрицей, поэтому очень важно выяснить именно истинную проблему, либо истинную возможность. Далее, ведущий бизнес-аналитик, уровень квалификации 6. Коллеги, обратите внимание, это не означает, что ваша должность будет называться именно так. Если вы в одном лице бизнес-аналитик, то вы и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Вы будете и просто аналитиком, и ведущим, и старшим сами для себя. Речь идет о том, что вам придется выполнять функции, требующие разной степени компетенции. Далее, вот как раз-таки у ведущего бизнес-аналитика он отвечает за обоснование решений. Почему? Потому что нужно сначала эти самые возможные решения сформировать, и для каждого из них разработать целевые показатели, провести их анализ, обоснование и выбор решения. Коллеги, несмотря на то, что здесь напрямую написано выбор решений, у меня в презентации, в профессиональных стандартах есть расшифровка этого понятия, в которых четко указано в составе группы экспертов. То есть бизнес-аналитик отвечает за анализ. То есть каждое из возможных решений нужно проанализировать с точки зрения достижения результата, то есть а что мы получим, с точки зрения затрачиваемых ресурсов, а что мы потратим, и по каждому решению нужно определить эффективность. Эффективность – это соотношение того, что мы получим, к тому, что мы потратили. То есть получим вот столько, потратили столько, и у каждого решения свое соотношение. Главный бизнес-аналитик, коллеги, это уже уровень 7, менеджерская функция, то есть фактически это начальник отдела бизнес-анализа, руководитель управления, возможно, бизнес-аналитики. Здесь уже управление бизнес-анализом, выбор тех подходов, инструментария, которые будут использоваться, и определение направлений развития организации. Коллеги, это функционал. На первый взгляд кажется много, чего должен мне бизнес-аналитик, и многих пугает, что изменения в компании, они же ведь могут проходить в разных направлениях, и в производстве, и в маркетинге, и в продажах, и в финансах, и в логистике. И часто бизнес-аналитики спрашивают, что же я теперь должен вот все это знать? Коллеги, нет. Вы должны владеть инструментами бизнес-анализа. Поиск решения осуществляется, и разработка решения не вами единолично, а при помощи, в том числе, такого инструмента, как привлечение экспертов. Давайте посмотрим, теперь сделаем акцент, где и как можно научиться всем данным функциям. Мы с вами говорили, что сегодня мы как раз-таки с вами говорим о дипломной программе бизнес-аналитик, и я сейчас расскажу, какие компетенции вы можете прокачать, либо приобрести на этой программе. Марианна, попрошу вас, если не сложно, можете слушателям продублировать ссылку на... Да, сейчас вижу ваш, Петр, ответ. Марианна, если можно, продублируйте ссылку, чтобы я с презентации не выходила. Если у вас нет, тогда я самостоятельно на нее чуть позже перейду. Коллеги, у меня вот есть на нашем сайте открыто, а давайте я могу сама... Давайте я вам в чат сброшу. Это ссылка именно на дипломную программу. Чем дипломная программа отличается от отдельных взятых курсов? Что фактически это у нас программа переподготовки. И в нее, как вы видите, входит несколько курсов, и по окончании дипломной программы, она поэтому называется дипломная, вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. Это если вам... Ваша основная профессия была другая. Если же вы уже имеете профильное образование, и вам нужно прокачать отдельные функции, то тогда сейчас я расскажу, какие курсы входят в дипломную программу, и о каждом из них чуть подробнее. Итак, дипломную программу «Бизнес-аналитик» она продолжительность 260 академических часов, в зависимости от выбранного расписания, может занять от 3 до 6 месяцев в обучении. И входят курсы, перечень курсов, вы видите сейчас на экране у меня. Я сейчас расскажу про каждый из этих курсов с акцентом на то, какие практикумы путеводитель... Сергей, путеводитель вот так нужно полистать. Они вот так листаются, и найти необходимый. По бизнес-анализу, если мы вот так решаем. Вот «Бизнес-аналитика». Полистайте, Сергей, и как раз таки вот путеводитель. У нас есть... Мы сейчас рассказываем про программу «Бизнес-аналитик», а есть «Бизнес-аналитика» высший уровень, есть «Профессионал», тут есть дополнительные курсы, вы уже разберетесь самостоятельно, какой функционал нужен. Я сегодня рассказываю вот об этой программе «Бизнес-аналитик», программе «Девять курсов», и именно по этим курсам я расскажу, еще раз повторю, сделаю основной акцент на практикумах. Итак, коллеги, особенность дипломной программы. Первое. Учебный план у нас ежегодно меняется и составляется именно с учетом требования современных работодателей. Мы регулярно коммуницируем, еще раз повторюсь, у нас присутствует представитель сейчас отдела трудоустройства, мы изучаем ожидания наших заказчиков, они и нас просят подобрать специалистов, какие функции они, какие компетенции хотят получить, и поэтому учебный план регулярно корректируется. В частности, в этом году в программу добавлен новый курс «Практикум по юнит-экономике», который стал пользоваться популярностью у работодателей. Далее. Все курсы разработаны с учетом профессиональных стандартов, поэтому вы получаете диплом. 260 часов, как вы видите, это не короткие курсы, а то некоторые учебные центры заявляют, и в итоге вы получаете там короткий, написано час, а в результате там минутная запись, то есть там до часа достаточно далеко. Следующее. Даем навыки, с которыми берут на работу. Далее. Форматы. Коллеги, чуть подробнее расскажу. Очное обучение. Очное обучение. Все вы знакомы, когда учились в вузах, вы приходите в аудиторию, сидите за столами, работаете, в зависимости от курса то ли слушаете, работаете траткой, за компьютерами, и преподаватель очно присутствует, ведет лекции. Вебинар подходит для занятых слушателей, которые тратят время на дорогу, либо там нужно работать, или далеко живут. Вы присутствуете онлайн на занятии, то есть занятие ведется очно, а вы подключаетесь к нему удаленно, видите аудиторию, видите преподавателя, и можете слушать лекции. Есть очно-заочное обучение, очно-заочное, вам предоставляются записи, и при этом раз в неделю вы встречаетесь с преподавателем для проверки домашних заданий, для проверки практикумов, и, соответственно, получение обратной связи. И есть открытое обучение, оно, на первый взгляд, схоже с очно-заочным, но есть отличие. Открытое обучение, вам также предоставляются видеозаписи, при этом преподаватель вас либо на вебинаре, если вы выбрали вебинар, либо в аудитории сопровождает. Тут часто спрашивают, а зачем смотреть видеозапись, если преподаватель все равно в аудитории? Коллеги, не секрет, что у слушателей разный темп обучения. Кто-то усваивает быстрее, и придя в очную группу, у меня эти слушатели, они уже знают, и они вот так вот сидят первые три дня, потому что совесть сказать, ну и, собственно говоря, воспитание не позволяет. Так, давайте первые четыре модуля пропустим, сразу перейдем к пятым, я уже первые три знаю. Есть программа, а вот в открытом обучении вы можете это сделать, перемотать запись. Второй момент, а иногда бывают слушатели наоборот, для них это новая тема, и сказать, Светлана, вот последние два часа еще раз, не скажут. А в открытом обучении, опять же, перемотали, пересмотрели, переслушали, разобрались и смотрим далее. Но это не фильм, как в некоторых учебных центрах, вы купили запись, и все. Нет, преподаватель, ну, если курс веду я, я присутствую в аудитории, вы смотрите видеозапись, у вас возникает вопрос, установили запись, задали вопрос, обсудили, даже зачастую мы это делаем со студентами на их примерах, то есть такой вот консалтинг в рамках обучения, и вы выходите уже с готовым портфолио по своему предприятию. Ну, и в зависимости от уровня подготовки, коллеги и занятости, можно сформировать индивидуальную программу. Есть базовое расписание, говорю, которое занимает от 3 до 6 месяцев. Кто-то занято, если будете выбирать только группы выходного дня, это может растянуться и на год, а кто-то наоборот говорит, я пока в отпуске буду у вас отнимать и ночевать, и выходные приходить, и пройдет более сжатые сроки. Так, Сергей пишет, да, сразу похоже на единицу, а, ну, да, Сергей, я тоже уже так подумала, что нужно было листать влево. Теперь, коллеги, формат проведения занятий. Есть будни, с понедельника по пятницу, то есть вы можете учиться прям 5 дней, это такой интенсив. Занятия могут быть по 4, либо по 8 академических часов, то есть щадящая программа, например, вы приходите, режим утра, с 10 до часу, или режим вечер, после работы приходят слушатели с полседьмого до полдесятого. А есть полноценный день, это 8 академических часов, когда с 10 до 5 с обеденным перерывом все зависит от поставленных вами задач. На каждом занятии, на всех абсолютно курсах мы разбираем как теорию, выполняем самостоятельные работы совместно, и вы получаете домашнее задание для оттачивания навыков уже практически. И, конечно же, вы получаете опыт решения кейсов, которые можете использовать портфолио. Ну, а теперь давайте ближе к курсам, а то я уже затянула, быстро расскажу, коллеги. Итак, первый курс «Основы экономики для руководителей и специалистов». Программа на экране. В результате данного курса у слушателей формируются основные понятия активы, пассивы, отчетные формы, баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, чем они различаются, чем отличаются доходы от расходов. Без этих понятий бизнес-аналитику будет сложно, потому что оценивать эффективность каждого предлагаемого решения мы в том числе будем с экономической точки зрения. Соответственно, в портфолио по данному курсу вы как раз-таки можете включить формирование основных аналитических форм, в данном случае с точки зрения экономического анализа, ОФР, БДДС, прогнозный баланс. Далее, управление и реинжиниринг бизнес-процессов. Когда мы говорим о бизнес-анализе, мы говорили, что это связано с изменениями, но если мы будем говорить предмет бизнес-анализа, то это бизнес-процессы, регламенты, информационные системы. Три вещи, которые меняет бизнес-аналитик. И первое, это бизнес-процессы. Для этого мы должны уметь их описывать, выявлять, документировать, анализировать. И на данном курсе наши слушатели работают с нотацией BPMN, работают в КАМУНДе, соответственно, описывают, и вы затем сможете и описать, и оптимизировать, и показать своему работодателю, стейкхолдеру, каким образом вы предлагаете это сделать. Соответственно, по окончании данного курса в вашем портфолио появится не менее трех описанных вами бизнес-процессов, так как три домашних задания по описанию. Основа бизнес-анализа. Коллеги, вот на этом курсе как раз-таки мы знакомимся со всеми понятиями, в том числе вот те шесть понятий более подробных, которые рассказала. Ну, например, сегодня вам сказала, да, стейкхолдеры заинтересованные лица, а именно на этом курсе мы узнаем, какие стейкхолдеры бывают, как их классифицировать, как их приоритетировать, как описать требования, чем требования отличаются от пожеланий, чем требования отличаются от дизайна решения. Это как раз-таки на этом курсе, и вот Сергей спрашивал об инструментах, на этом курсе мы в третьем модуле, он самый большой в этом курсе, методика бизнес-анализа, знакомимся со стратегическими инструментами, такие, как модель Pestless, вот анализ, матрица ансофа, матрица бостонской консалтинговой группы и так далее, то есть здесь 12 стратегических инструментов в третьем модуле. Соответственно, по окончании курса выполняется практикум, как раз-таки начиная с начала ставится задача, формулируется требование первичное, ну и далее сквозную практику, мы определяем стейкхолдеров, их требования и подбираем решение к тому или к той или иной потребности. Следующий курс инструментария инструментария бизнес-аналитика, коллеги, здесь, я думаю, вы уже по программе посмотрите, 16 академических часов, но 8 модулей, то есть каждая пара это знакомство с новым набором инструментов, это и получение исходных данных, и классическая аналитика, финансовая, рыночная, клиентская, опять же, уверенно, читать умеете. Вот здесь самое большое портфолио, опять же, мы продолжаем работу, чаще всего, с тем практикум, которого выбрали на предыдущем курсе основы бизнес-анализа, и вот теперь уже из каждой группы аналитики выбираем инструмент, который вы примените, и в данном случае вы обосновываете, почему вы выбрали тот или иной инструмент, что именно он позволит вам узнать, выяснить, как он пригодится. Microsoft Excel, здесь, я думаю, понятно, коллеги, хочу обратить внимание, второй уровень, именно на нем происходит знакомство с основными аналитическими функциями, такие как сумм, если много, счет, если много, здесь же сводные таблицы и все, что с ними связано, и здесь же как раз-таки операция консолидации, поэтому, коллеги, это базовый такой аналитический курс, продолжит, безусловно, программу третий уровень, третий уровень, он у нас уже позволяет нам познакомиться с массивами, это как раз-таки эти функции нам нужны для обработки больших массивов данных, а бизнес-сеналитик часто работает с большой выборкой, и большая часть посвящена как раз-таки визуализации, диаграммам, третий модуль, он самый большой, причем на третьем уровне, в отличие от первого, проходят не базовые диаграммы, то есть те, которые уже в Excel встроены, а специализированные, статистические, аналитические, такие, как, например, ящик с усами, это статистическая, либо диаграмма на демонстрацию правила Парета, это как раз-таки подходит для XYZ, ABC-анализа, XYZ-анализа, RFM-анализа, пожалуйста, эти диаграммы, то есть даже проходит такую диаграмму, как термометр, который показывает состояние дела относительно планов. Тут же рассматривается как раз-таки прогнозирование данных, вариативный анализ, что если оптимизация, то есть как раз-таки поиск решения, востребованную аналитикой функции, это здесь. Ну и обработка внешних данных, если вы работаете с Excel, как раз-таки как не заходя в базы данных, сформировать при помощи Excel запрос. Это здесь. Практикум по юнит-экономике сказала, это новинка этого года, в этом году добавлен практикум в дипломную программу. Мы знакомимся с основными понятиями юнит-экономики и практикум. Посмотрите, фактически каждый из них вы можете включить в свое портфолио. Мы юнит-экономику пилотного предприятия рассчитаем от и до, начиная от выделения описания продуктов и выделения отдельных клиентских сегментов, когорт, и заканчивая расчетом всех метрик. Делаем это при помощи, в данном случае Microsoft Excel, желающие могут делать это при помощи Power BI. Основа управленческого учета бюджетирования. Коллеги, на этом курсе мы формируем финансовую модель работы предприятия, именно модель, которая, делаем это в Excel, и в вашем портфолио появится финансовая модель, которая позволит, меняя исходные данные, насколько это работающая модель, поменяли мы, а что если мы будем продавать не эти товары, другие, а что если у нас цена вырастет на 10%, а что если мы поменяем форму оплаты с 50 на 50, на 30, на 70, фактически вы сразу будете видеть, что произойдет с прибылью, что произойдет с денежными потоками, как изменятся активы, какие сформируются задолженности, то есть все отчетные формы сформируются, поэтому задача данного курса сформировать именно финансовую модель абсолютно любого бизнеса. управление организационными изменениями и преобразование компаний. Коллеги, вот здесь как раз-таки у нас, посмотрите, на примере портфеля сервисов нашего учебного центра, в ваше портфолио добавится практикум по последовательности действий, по реализации изменений. абсолютно точно и завершает нашу дипломную программу анализ данных Power BI, как раз-таки мы познакомимся с программным продуктом и научимся вводить данные, запрашивать данные, формировать, объединять, моделировать, то есть все то, что потребуется бизнес-аналитику. Коллеги, я в данный момент рассказала о дипломной программе, сейчас нам о рынке труда расскажет моя коллега, вы пока можете мне написать те вопросы, которые возникли по профессии и напомню, пожалуйста, пока не отключайтесь, так как нас будет ждать бонус. Хочу еще обратить внимание, вы можете пройти не только дипломную программу, но и выбрать отдельные курсы, и тогда получить по нему удостоверение, то есть если вам нужен не диплом полностью, а удостоверение по отдельной компетенции. Прошу вас задавать вопросы, а я, соответственно, передам Енине. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Санкт-Петербург. Енина, замечательно слышно, фитно. Слушаем вас. Отлично, спасибо большое, Светлана Васильевна, за интересный рассказ про дипломную программу. Меня зовут Енина, я представляю службу трудоустройства учебного центра, специалист, и я бы хотела напомнить, что для всех участников сегодняшнего дня открытых дверей у нас действует промокод на скидку при покупке дипломной программы бизнес-аналитик, поэтому оставайтесь с нами. Итак, что вас ждет в ближайшие 10 минут? Я расскажу про программу поддержки трудоустройства наших выпускников, выпускников учебного центра специалист, предоставлю информацию о ситуации на рынке труда, статистику по уровню заработных плат, востребованности на рынке труда профессии бизнес-аналитик, какие навыки и компетенции сейчас особо востребованы работодателями, и уделю особое внимание необходимости портфолио даже для бизнес-аналитика. Итак, в нашем центре действует программа поддержки трудоустройства выпускников, включающая бесплатные индивидуальные карьерные консультации, помощь с подготовкой качественного резюме, подготовка к собеседованию, также мы регулярно собираем вакансии и стажировки от наших партнеров, приглашаем их на наше онлайн-мороприятие. Если среди сейчас наших слушателей есть выпускники нашего центра, вы можете сфотографировать QR-код слева и записаться на карьерную бесплатную индивидуальную карьерную консультацию. Кроме того, если вы, ваши близкие, знакомые, находятся сейчас в поиске работы абсолютно для всех желающих и бесплатно, в нашем центре есть полноценный курс по успешному поиску работы и трудоустройству. Вы можете отсканировать QR-код справа и записаться на этот курс. Он проходит ежемесячно, повторюсь, это полноценный восьмичасовой курс бесплатный для всех желающих. Как разработать резюме, как пройти собеседование, как прописать сопроводительное письмо и так далее. Ну и, собственно, вернемся к теме нашего мероприятия. Я начну с ситуации на рынке труда общей. По данным портала HotHunter, здесь анализ приведен в ситуации за март 2023 года. К сожалению, прирост вакансий за месяц в март нас не радует, а прирост резюме, к сожалению, тоже не радует. Соответственно, конкуренция на рынке труда по России мы видим 5 человек на одну вакансию, по Москве 6 человек на одну вакансию. Что это значит для нас? Для нас это значит, что высокая конкуренция на рынке труда требует постоянного повышения квалификации и наращивания актуальных навыков, которые востребованы работодателям. И здесь, соответственно, отмечается, я могу отметить рост востребованности позиций бизнес-аналитиков на рынке труда, что только подтверждает ранее наменьчившуюся тенденцию, которая представлена в докладе о будущем рабочих мест Всемирного экономического форума 2020, где было представлено топ-20 профессий с растущим спросом. Это как раз аналитики данных, здесь подсвечено, специалисты по развитию бизнеса, управленческие организационные аналитики и специалисты по оргразвитию. Ну, теперь вернемся в нашу реальность. Сейчас на самом популярном работном портале HeadHunter более 5000 вакансий бизнес-аналитиков в России и в Москве около 3000 вакансий. Зарплаты от 50 до 200 тысяч рублей. При этом, согласно данным рекрутинговой компании GetExpert, я хотела представить и такую аналитику. Есть результаты исследования по состоянию на сентябрь 2022 года. Зарплатные ожидания бизнес-аналитики, бизнес-аналитиков не сильно зависит от индустрии, как вы видите, здесь финтех представлен, системный интегратор, корпоративная разработка и в среднем составляет от 120 до 300 тысяч рублей. Но все-таки я бы хотела подчеркнуть, что если мы говорим про уровень стажера, начинающего специалиста, то нужно говорить, готовиться к позиции зарплатных ожиданий от 50 до 60 тысяч рублей. Итак, что же нас ждет на рынке труда, если рассматривать вакансии бизнес-аналитика? Я, как и наши многие слушатели, обращающиеся ко мне на консультации, обратили внимание, что точно так же, как у большинства руководителей, всегда есть собственные представления о том, что такое бизнес-процесс. Это также и вакансии бизнес-аналитик, и тут я ориентируюсь на портал HotHunter. Каждая компания понимает свой набор функций и обязанностей. То есть понимание позиции бизнес-аналитика на рынке труда сейчас весьма расплывчатая. То есть это может быть и бизнес-аналитик, включающий в себя отбор, анализ, визуализацию данных для принятия управленческих решений. Это методолог-аналитик бизнес-процессов, менеджер по бизнес-моделированию. Здесь может быть и разработка сбалансированных ключевых показателей эффективности, и эксперт-консультант по реэнжинирингу бизнес-процессов, и эксперт по организационному развитию оргстроительства и трансформации оргструктуры. Это может быть методолог по описанию бизнес-процесса, разработки регламентирующих документов, либо бизнес-аналитик по цифровизации автоматизации процесса. Собственно, наша дипломная программа как раз создана на основе всей палитры потребностей работодателей и всем обозначенным компетенциям. У нас есть соответствующие курсы, про которые как раз подробно нам рассказала Светлана Васильевна только что. И по окончании нашей дипломной программы вы можете дальше уже выбрать дальнейшее направление для усиления своих скиллов, например, визуализации данных или построения моделей данных с использованием сквейл или моделирования автоматизации бизнес-процессов, или же углубить свою экспертизу в разработке и внедрении ключевых показателей эффективности. Отдельно хотела еще раз подчеркнуть достоинство нашей программы обучения, как уже сказала Светлана Васильевна, что выполненные в процессе учебы работы можно добавить в портфолио. Создание портфолио это в принципе идеальный способ с одной стороны попрактиковаться, а с другой стороны продемонстрировать свое мастерство в области бизнес-аналитики. При этом, конечно же, могу сказать, что портфолио для бизнес-аналитика это не является строго обязательным, но оно, как я уже сказала, и поможет с одной стороны продемонстрировать ваши навыки и опыт потенциальным работодателям, поможет выделиться среди других кандидатов, развить свои скиллы. При этом портфолио может содержать не только общедоступный набор данных, не только, прошу прощения, не только реальный набор данных, но и какие-то общедоступные наборы данных, результаты статистических научных исследований, выполнения проектов различных лабораторных, учебных задач, тестовых заданий от других работодателей. При этом, единственное, что я хотела отметить, что убедитесь, что ваше портфолио максимально доступно для работодателей, для рекрутера, хорошо организовано, в нем легко ориентироваться, и каждый проект описан, и ваша роль в его выполнении тоже. Ну и, собственно, как идеи для портфолио, вы можете проанализировать общедоступные данные, которые представляет фондовый рынок, организация Всемирной организации здравоохранения и так далее. И, собственно, в заключение я предлагаю вам подписаться на нас, на наш учебный центр «Специалист» в Телеграме. У нас есть два канала, один общий канал, слева QR-код, и справа QR-код, где мы публикуем вакансии от наших партнеров. Итак, благодарю вас за внимание, желаю вам творческих и профессиональных успехов, и, собственно, напоминаю, что учебный центр «Специалист» – ваш путь к успеху. Коллеги, а я забираю экран, и сейчас готова ответить на ваши вопросы. Сергей пишет на 15-м слайде «Чистый биоанализ», мы же говорим «Бизнес-аналитик». То, что вас смущает объем по «Бизнес-аналитике», я сейчас отвечу на вопрос. Коллеги, а как мы обещали в окончании нашей с вами презентации, посмотрите, у вас есть промокод на скидку, который в случае, если вы в ближайшие три дня будете заинтересованы в приобретении дипломной программы, то скидка составит 18 тысяч рублей. Код вы видите сейчас на экране «Биан-23». Собственно говоря, это код данной дипломной программы, вы можете его как назвать менеджеру, если будете приобретать программу, либо ввести на сайте, есть специальное окошко промокоды. Сергей, теперь давайте, ну не только Сергей, но и другие слушатели, я отвечу на те вопросы, которые у вас возникли. Давайте верну камеру, вам так будет удобнее. Давайте отвечу на вопросы. Итак, Сергей пишет, очень смущает огромный объем по биоаналитике. Давайте посмотрим, Сергей, я вернусь сейчас к представлению дипломной программы. Смотрите, что именно смущает? Что из этих курсов вам кажется лишним? Я прокомментирую тогда, возможно, контекст. То, что я постаралась рассказать о практической направленности каждого из этих курсов. Да, согласна. Александр, я думаю, что это как раз таки... Коллеги, подключайтесь. Мариана, Янина, давайте пока от себя прокомментирую. Александр, так как я преподаватель, веду курсы, и я знаю, что все мои слушатели по окончании каждого из этих курсов проходят анкетирование. И в анкетировании один из заключительных вопросов, которым мы предлагаем ответить всех наших слушателей, это нужна ли вам помощь в поиске работы. Поэтому говорить о соотношении трудоустроенности с нашей помощью и люди, получившие диплом, не совсем корректная формулировка. Я думаю, логичнее и выборка будет более достоверная. Люди, обратившиеся за помощью в трудоустройстве, получившие. Вот эта выборка будет более интересная, трудоустроенная с помощью нас. Но вот как раз, насколько я знаю, бизнес-аналитик у нас, эта вакансия присутствует всегда. Вы даже сейчас можете зайти на наш сайт в раздел вакансий. Партнеры – это работодатели, которые направляют своих студентов, своих сотрудников обучаться у нас. Они регулярно размещают у нас вакансии и как раз-таки просят, чтобы мы подобрали им слушателей, которые прошли у нас те или иные курсы. Янина, можете? Да, конечно. Да, Светлана Васильевна, спасибо большое, что прокомментировали. Действительно все верно. Статистика такая ведется, но, к сожалению, она оказывается нерепрезентативной. И сейчас объясню, почему. Те люди, которые, все 40%, которые, как оказалось, не трудоустроены или не пошли трудоустраиваться на новое место работы, изменили свои карьерные планы, как ты начинаешь разбираться в причинах, решили еще подучиться, пошли в декрет, решили остаться на старом месте работы или переместиться горизонтально в своей компании остаться. Поэтому, да, наши слушатели после карьерных консультаций трудоустраиваются, а те, которые не трудоустраиваются, у них, как правило, свои личные причины для этого. Поэтому статистика, она есть, но я не могу ее представить, потому что она вот прям реально нерепрезентативна. И, конечно, здесь прежде всего все зависит от вашей личной проактивности на рынке труда. Рынок труда сейчас весьма конкурентен. И, конечно, очень многое зависит от того, насколько вы будете занимать активную позицию, саморазвиваться, действительно подготовить классное портфолио, которое будет отличать вас от конкурентов на рынке труда. И, собственно, здесь уже от карьерного консультанта, наверное, зависит процентов 20-30 вашего личного трудоустройства. Спасибо большое. Александр спрашивает средний возраст слушателя. Александр, здесь, наверное, корректнее сказать не средний, а знаете, да, в статистике есть понятие среднее, мода, медиана. Вот я скажу о моде. Наиболее популярном значении это порядка 35 лет. Почему говорю порядка? Потому что я регулярно, каждый день работаю и вижу, как у нас есть и молодые слушатели, это студенты как раз-таки последних курсов вузов, которые понимают, что им необходима портфолио, им нужно все те знания, которые они получили в вузе, переложить на практическую плоскость, поскольку теория в вузе и реальная жизнь, они, к сожалению, имеют отличия до сих пор. А на наших курсах они как раз получают те практические кейсы, которые пригодятся им в работе. Есть определенная доля, не могу сказать, что это много, но есть вот студенты, которые сейчас вот 21-22 года, те, которые студенты, еще раз повторюсь, последних курсов вуза. И при этом могу сказать, что в каждой моей группе обязательно есть люди, не удивляйтесь, 70+. Недавно, вы знаете, была удивлена, у меня учился профессор, два профессора, они 87 лет, но при этом такие бодрячком. Я говорю, вам-то зачем? Самое сильное в этой жизни только начинается, и да, если есть потребность, до сих пор работают в таком возрасте. Но это вот я крайний случай привела. Средний возраст – это 35, и как раз-таки часто слушатели идут, имея определенную работу и желая получить новую должность в своей компании. Вот это большая часть слушателей, то, что появляются вакансии, появляется спрос со стороны работодателя на новые функции, ну, условно, сотрудник планово-экономического отдела, маркетолог. А теперь требуется полноценный бизнес-анализ. Он говорит, ну, я в маркетинге распираюсь, а производственная программа, кадровая программа, я далек от этого в УЗИ не проходил. Поэтому они приходят как раз-таки на курсы, чтобы получить законченное видение, алгоритм. А большая часть, да, это вот работающие люди в смежных профессиях. При этом есть выборка, ну, по моим ощущениям, это процентов 15, это как раз-таки люди, проходящие переквалификацию. Ну, вы знаете, у нас, например, люди, увольняющиеся из органов, из государственных учреждений, они перед уходом на пенсию, у них специально на пенсии, они проходят переквалификацию для того, чтобы они могли трудоустроиться в гражданской жизни. Таких тоже, ну, порядка 15 процентов в каждой группе, один-два человека вижу. Так, Сергей пишет, сложно сформулировать, что тут сильно лишнее, скорее, недостаточно нужное. Все, что связано с биоаналитикой в чистом виде, Excel, Power BI, это именно биоаналитика, не бизнес-анализ. Сергей, без знания этих инструментов мы не сможем выполнить практику, мы составим портфолио. Если я буду на пальцах рассказывать об XYZ-анализе, о товарной матрице, и если мы не посмотрим это руками, не сделаем руками, то бизнес-аналитик не сможет это потом делать. Поэтому эти курсы наши работодатели регулярно спрашивают, и именно поэтому мы включаем дипломную программу. Татьяна пишет, к сожалению, есть личный опыт, когда после отправки резюме на горячую якобы вакансию заказчика никакого фидбэка от этого самого заказчика не приходит, даже при наличии реального опыта и результатов успешной работы на предыдущих местах. Критерии отбора кандидатов для трудоустройства непрозрачны. Татьяна, да, к сожалению, работодатели, те, у которых, скажем так, красивые, интересные вакансии, не отвечают, но это связано, знаете, что это не аксиома. Я считаю, знаете, это как у людей, есть люди воспитанные, есть люди невоспитанные, это личностные характеристики. И я знаю сотрудников отдела кадров, которые отвечают на каждую вакансию, да, вполне возможно, шаблонным ответом, что, к сожалению, там мы уже произвели набор или ваша кандидатура отклонена, но я считаю это уважение, когда ответ получен. А есть работодатели, которые, вот, в данном случае не работодатель, а конкретная личность, занимающаяся поиском и отбором кадров. Янина, если можете прокомментировать, то подключайтесь. Сергей пишет, не подходит. К сожалению, Сергей, при этом обращаю внимание, что можно из этого набора курсов сформировать свою программу. Это наше предложение для дипломной программы. И я вас уверяю, она эффективна, поскольку регулярно занимаюсь со студентами, выпустившись со своим коучингом, и вот кейсы они присылают интересные в качестве обратной связи. Если на вашем конкретном предприятии нужны не эти курсы, ну, в частности, не нужен Power BI, не нужен Excel, а вы хотели бы, предположим, добавить курсы, эффективные переговоры, команда образования, возможно, организационные изменения, пожалуйста, это тоже можно сделать. Коллеги, есть ли еще вопросы? Александр, да, сколько денег стоит программа? Давайте мы с вами вот перейдем. Поскольку я, коллеги, преподаватель и цен регулярно не отслеживаю, у нас оно есть, если мы сейчас нажмем записаться, перейти в корзину, то мы как раз-таки увидим, почему она сразу, вот цена стоит. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь есть цена 178, да, 790, и у вас есть сейчас купон на скидку 18 тысяч, которую вы получаете по промокоду. И вы сразу тут же видите расписание, которое предлагается, и, как я уже сказала, это расписание можно корректировать. Видите, здесь вот предлагаемые даты. Вы можете подобрать те даты, которые удобны вам. Еще раз напомню, у нас есть дневные группы, это утро, день с 10 до 5, есть вечерние группы, если вы ходите после работы, есть группы выходного дня, там, суббота, либо воскресенье. Да, Мария, она как раз-таки написала в чате. Коллеги, есть ли еще вопросы по профессии, возможно, по дипломной программе? В 46 лет есть шанс приобретения? Да, давайте покажем еще раз слайд с промокодом, чтобы слушать, или он был перед глазами. Я записала, я написала в чате, конечно же, конечно, да, вот этот слайд оставлю. Наталья спрашивает, есть ли шанс в 46 лет. Наталья, шанс есть всегда. Да, еще раз повторюсь, не могу сказать, что часто, но через группу, в каждой второй группе есть представители 50+, которые проходят переквалификацию, и 60 лет. Тем более бизнес-анализ, что вы имеете в виду, не имеющие отношения к бизнес-анализу? Ближе всего находятся сотрудники, либо переходящие из системного анализа, планово-экономические службы, финансовые службы, маркетологи, опять же, отделы логистики. То есть, если вы занимались оптимизацией, как правило, человек в 46 лет, вне зависимости от того, на какой должности вы работали, вы однозначно ее оптимизировали. То есть, занимались анализом в рамках своей должности. Вообще не экономист. Наталья, напишите профиль. Редактор. Наталья, ну редактор же столько регулярно анализирует поступающие новости, нужно их по рубрикам сгруппировать, важное от неважного отделить. Редактор – это вообще бизнес-аналитик высшей квалификации. Продажи. Продажи, Александр, а как же в продажах? Чтобы выстроить коммуникацию с клиентом, нужно фактически вы начинаете с сегментирования, написать, составить портрет целевого потребителя, выяснить, а где он водится, чтобы выстроить с ним коммуникацию, определить психотип, далее подготовить то самое уникальное торговое предложение. А что, по-вашему, это, если это не бизнес-анализ? Коллеги, на самом деле бизнес-анализ настолько многогранен и интересен, что это одна из немногих позиций, которую рекомендую достаточно широкому кругу специалистов. И учитывая востребованность на рынке сейчас, не буду говорить о стопроцентном трудоустройстве, но когда вы хотите трудоустроиться, вакансии больше. Вот если вы видели общий конкурс 1 к 6, то когда мы говорим о бизнес-аналитиках, если посмотреть резюме и вакансии, то там фактически один к одному. Как только появляется режиме бизнес-аналитика, тут же закидывают предложениями. Коллеги, у нас, к сожалению, выходит время. Я записи останавливаю, но при этом я не отключаюсь, как говорится, до последнего студента, до последнего вопроса.